Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Западная Армения как воюющая страна в Первой мировой войне, часть 2. Армяне – та цифра, без которой формулы достижения мира на Ближнем Востоке невозможны. Встреча Пашиняна с Трампом состоится в ближайшее время. Джордж Беннет. Глава МИД Армении. Статус и безопасность Арцаха – наши приоритеты. Сирийское предупреждение по Едлибу. Мы не будем молчать. В Константинополе была, наконец, переименована улица в честь Гранта Динка. Свидетельство бедуинки Батры Дейер Эзор, 1915 год. Государственное телевидение Западной Армении продолжает представлять вам Западную Армению и Армянский легион, а также другие вооруженные армянские группы в Первой мировой войне, ниже отрывок из статьи. Условия принятия армянских добровольцев в Восточный легион, декабрь 1916 года. По соглашению Министерства иностранных дел и армянского патриархата был сформирован французский орган во главе с командиром Рамио, который был отправлен в Египет. Он приехал в Каир в ноябре 1916 года и встретился с руководителями различных организаций, чтобы создать организацию из многих вооруженных отрядов, которые именовали Восточный легион. Согласно этому соглашению было решено. Структура Восточного легиона должна состоять из армян, чтобы освободить Киликию, для получения в дальнейшем нового имени в соответствии с их национальным вдохновением. Армянские легионеры будут сражаться только против турок и только в Киликии. Армянский легион должен стать ядром будущей армянской национальной армии. Вторая часть статьи «Западная Армения как воюющая страна в Первой мировой войне». Часть вторая. Статья полностью доступна на нашем веб-сайте. Статья, опубликованная правительством Западной Армении, связана с ролью и значением армян в политических перестановках в Ближнем Востоке. Доступна статья на сайте westnernarmenia.com. Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент уверен, что встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоится в ближайшем будущем. Мы, как дипломаты, всегда способствуем организации встреч лидеров наших стран. Уверен, что встреча состоится, однако не могу сказать, когда и где. Полагаю, что этот вопрос будет обсуждаться также во время визита посла Болтона в Армению. Сказал Кент на встрече с журналистами в Ереване. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 20 октября отправится в зарубежную поездку. В рамках второй посетит Россию, Азербайджан, Армению и Грузию. Об этом он сообщил ранее в своем микроблоге в Твиттере. Как сообщает пресс-служба МИД, во встрече принимали участие высокие представители по иностранным делам ЕС и политики безопасности, вице-председатель Европейской комиссии Федерико Магерини, комиссар по вопросам расширения Йоханес Хан, главы МИД стран ЕС и Восточного партнерства. Глава МИД Армении в своем слове коснулся перспектив сотрудничества в рамках Восточного партнерства. Внутри политических процессов в Армении и приоритетов правительства в вопросе национального развития. Говоря об урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта, министр подчеркнул, что статус Арцаха и его безопасность – приоритеты для Армении. Министр иностранных дел Сирии Валид Муалим сказал, что если фронт Нусры не впишется в соглашение, достигнутом между Турцией и Россией, они не будут молчать по вопросу о задержке нынешнего состояния Идлиба, сообщает mesopotamia.com. Сирийское правительство решительно отреагировало на то, что соглашение, достигнутое между двумя странами в сирийской провинции Идлиб, в конце предельного срока для создания буферной зоны не соблюдалось Ан-Нусрой. Министр иностранных дел Сирии сказал, что если джихадисты не смогут выполнить пункты российско-турецкого соглашения, Идлибе ситуации изменится. На совместной пресс-конференции с иракским министром иностранных дел Ибрагимом Аль-Джафаром Валид Муалим сказал, что если договоренности не будут соблюдены, они не будут молчать. Улица Саманиилу в районе Мессу-Тутиет Полиса была переименована в честь армянского журналиста из Полиса, основателя и бывшего редактора газеты «Акос» Гранта Динка, убитого в 2007 году, пишет «Акос». Источник отмечает, что около 90 улиц были переименованы в рамках предлагаемого проекта переименования улиц лидерами нескольких административных районов Полиса. Проект был одобрен большинством членов муниципального совета, членами правящей партии справедливости и развития и оппозиционной республиканской народной партии. Арабка-бедуинка Батра из Сирии отмечает, что в 1915 году ей было 9 лет, и она хорошо помнит, как караваны обессиленных армянских выселенцев один за другим добирались до Дейр-Эс-Зора. «Мне 93 года, я арабская женщина из пустынь. Армянские выселенцы один за другим добирались до Дейр-Эс-Зора. Они были измучены голодом и жаждой в лохмотьях и без обуви. Они пришли и собирались у моста Дейр-Эс-Зора. Мы видели, как турецкие жандармы и чеченцы убивали многих из них. Выжившие армянки вынуждены вышли замуж за наших пустынных арабских шейхов и старост деревень. Они стали достойными матерями семей. Большая их часть была исламизирована, а некоторые не сменили веру. Мы были восхищены красотой армянских женщин. У них были чудесные глаза. Кроме того, они были уравновешенными, преданными и вызывали большое уважение. Они никогда не попрошайничали. Турки разбросали армян по сирийским пустыням, а арабы, пожалев их, собрали. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню Комитаса Крунг в исполнении Лепарита Абетиссяна. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»